Сегодня в Красноярске открылся исторический форум Сибирь в войнах начала 20 века. Это уникальное для всего региона событие. Впервые наследие и культуру Сибири обсудят ученые со всего мира. Из Великобритании, Германии, Китая и других стран. Каким историческим датам посвящены научные исследования узнавала наш корреспондент Юлия Камлякова. Во всех этих учебниках истории есть страницы, посвященные революции, Второй мировой войне и коллективизации. Но найти сведения о Сибири и наших земляках очень сложно. Сегодня ученые со всей страны разбирались с белыми пятнами сибирской истории. В стенах Сибирского федерального университета сегодня все пропитано историей. Снаряды и пули с мест сражений, прощальные письма солдат и фотографии, которые до сих пор бережно хранятся в семейных альбомах. Впервые более 200 зарубежных и российских ученых и преподавателей вузов будут говорить о Сибири и ее вкладе в российскую историю. Такого мероприятия нет больше нигде в России. Все участники форума понимают, что развитие страны невозможно без анализов ключевых событий и ее истории. Поэтому власти Красноярского края уделяют внимание не только экономике и социальной сфере, но и развитию гуманитарного образования. Сегодня, выстраивая стратегию развития Красноярского края Сибири, в целом страны, определяя восточный вектор, мне кажется, уроки истории для нас критично знаменательны. И я думаю, что вот такие форумы дают нам возможность выстроить здоровый баланс. Обращение к истории – это, наверное, самое естественное осмысление истории той земли, на которой мы живем, через историю понимания ее настоящего и будущего. Выслушать все точки зрения, найти неординарные подходы – основная задача конференции «Сибирь в войнах» начала 20 века. Именно в этот период происходили знаковые события не только для нашей страны, но и для всего мира. Первая мировая и русско-японские войны. О них не раз писали в научных работах, но толща времени до сих пор скрывает под собой многие факты. В истории много белых пятен и будет много белых пятен. Все зависит от нашего взгляда. Вот сейчас мы совершенно справедливо обращаем внимание на это, на начало 20 века. Потому что и русско-японская война, и Первая мировая война не особенно у нас пользовались вниманием. И сейчас, когда историки этим занимаются, мы будем говорить, что мы обнаруживаем, что мы мало что знаем об этом. Многие зарубежные гости форума увлекаются историей России с детства. Да так, что знают ее лучше, чем историю родной страны. В моем детстве много товарищей из России. Конечно, эмигранты. Или белые, или красные эмигранты. Так, в средней школе я начинаю учиться русский язык и понимаю российскую историю. Воспитать любовь к своей стране, краю или городу можно только через историю. Об этом в голос говорят все ученые. Совсем недавно в нашем крае прошла викторина среди школьников по истории региона «Я люблю тебя, мой край родной». Участники отвечали на сложные вопросы и писали сочинения об интересных исторических фактах своего района. Сегодня первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко наградил победителей викторины. Какие факты показались интересными, которых раньше не знали, может быть какая-то возникнет интерес, что это поисследовать. Без знания своей истории невозможно воспитывать в себе патриотические чувства. Работа Сибирского исторического форума продолжится до 6 декабря. Планируется, что подобные конференции станут ежегодными и будут посвящены изучению конкретных исторических событий. А это означает, что в скором времени именно наш город может стать центром изучения сибирской истории. Юлия Камлякова, Максим Галат, Новости.